Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны Восстание, если бы не вот эта агентурная разработка, оно имело бы шансы на успех. И общее количество восставших с учетом освобожденных военнопленных в других филиалах и других лагерях, а их на территории Минска годы оккупации было свыше 20, то количество возросло бы до 100 тысяч человек. А это уже сила, но планы сорвало подлое предательство. Гитлеровская контрразведка завербовала бывшего шифровальщика одного из соединений Красной Армии Бориса Рудянко. Под видом военнопленного фашисты направили его в концлагерь. Там он втерся в доверие к участникам подготовки восстания, выяснил время выступления и силы, готовящиеся к нанесению удара по гитлеровцам. Все это определило неудачу восстания, которое намечалось на 4 утра 4 января 1942 года. Из приказа номер 33 по комендатуре охраняемых областей 707-я охранная пехотная дивизия от 5 января 1942 года. В конце декабря в Минске удалось арестовать руководителей восстания, которое было разработано до мелочей. Были схвачены 15 руководителей и штурмовая группа в количестве 300 человек. В настоящее время аресты продолжаются и число арестованных растет. Окупанты жестоко расправились с участниками несостоявшегося восстания. Более 20 его руководителей были расстреляны. С 5 по 15 января 1942 года в Минске было введено, если не военное, то усиленное, так скажем, как они пишут, усиленное положение. Возможно, это казус перевода, что так вот перевели. И получается, что находящиеся в бесправном состоянии военнопленные, лишенные всяких каких-то человеческого отношения и так далее, они смогли заставить волноваться немецкий гарнизон. Эти волнения вылились в еще более жестокий террор. 18 января фашисты убили свыше тысячи советских военнопленных. Трупы погибших расстилались на главной магистрали города и лежали неубранными в течение трех дней. Но даже после того, как их убрали с улиц, они на протяжении нескольких недель оставались непогребенными в парке имени Челюскинцев. Такой ужасной расправы история Минска еще не знала. Но, несмотря на это, подполье не сложило оружие. В 1944 году количество боевых групп на железнодорожном узле, промышленных предприятиях и в учреждениях города выросло до 120. В годы оккупации свыше 6 тысяч патриотов прошли через горнило подпольной борьбы. На боевом счету Минского подполья более 1500 диверсий, самая резонансная из которых уничтожение палача белорусского народа Вильгельме Кубе. За этот подвиг Елена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян были удостойны звания Героя Советского Союза. Продолжение следует...